главные новости путинского безумия тем временем на совести путина более 15 тысяч российских из них больше половины молодых пацанов посмотрите на это фото это что тоже какой-то объект азова по моему это кухня обычных людей русскоговорящих под харьковом в россии уже простым людям не дают снимать рубли в самом обычном банкомате сбербанка который стоит у входа по мнению сотрудницы суда где находится банкомат снимать деньги могут только те кто там работает реалии новой страны а давно не работают то сразу три белорусских банка попали под санкции с и были отключены от свифт банк развития беларуси белакпромбанк добробуд новость от риа новости эксперты предупредили о последствиях использования vpn на смартфоне это очень смешно недавнем прошлом был жанр о вреде благ цивилизации пропагандисты рассказывали почему слушать рок-музыку опасно для здоровья или автомобиль в каждой семье ведет к разложению в обществе или разнообразное питание это путь каким-то там пагубным вещам и вот теперь опять настало время подобных историй те кто думает что через полгода тотальной безработицы пустые магазинные полки закрытые границы всеобщее обнищание и другие прелести экономического коллапса кардинально изменят это чудовищные цифры глубоко заблуждаются у путинцев давно нарушены причинно-следственные связи телевизор с товарищем майором может очень долго одерживать победу над холодильником тому масса примеров братских стран от туркмении до северной кореи поэтому нужно морально подготовиться к тому что жить в окружении зомбарей это надолго чтобы самим не утратить способность трезво оценивать реальность на ваших экранах обмундирование независимого нейтрального беспристрастного объективного журналиста пропагандские войска а потом будут что-то скулить про этику 1 неделю собирался с мыслями чтоб прокомментировать поступок марины овсянниковой в итоге под это дело в эфир выполз клейменов до своей выходки говорит овсянникова звонила в британское посольство признается что этот инсайт первого канала ложь это не эмоциональный поступок а расчетливое предательство все западные сми об этом поступки написали сразу значит был заговор и методичка как у нас на первом россия 1 и нтв забыл добавить клейменов овсянникова сделала то что сделала в день получения зарплаты на карточку так чтобы первый канал не смог заблокировать расчет попавший под санкции браток путина генка гангренко тимченко покидает совет директоров новотека крысы стонущего корабля побежали в путинской россии началась нехватка тары для упаковки соков и молока причина дефицит иностранного сырья скоро с полок магазинов исчезнет молоко в картонной упаковке один из крупнейших заводов путинской россии производящий упаковку литровую и полулитровую из пищевого картона санкт-петербургский ооо элопак финляндия начал уведомлять контрагентов что не сможет поставить заказ так как финский производитель картона отказался его поставлять на завод слушайте у нашей страны хоть что-то свое останется также откажутся от прямых выборов губернаторов в некоторых регионах с просьбой изучить такую возможность обратились сами губернаторы из-за якобы складывающиеся экономической ситуации как будто они были будет достаточно просто кивнуть в телевизор показуха для картинки нас собрали на съемках очередного пропагандистского ролика одна из участниц взбунтовалась и начала громко осуждать происходящее на митинг собрались стоят нанятые видеосъемка тоже ради картинки пришли в кирове сеть общепита переименовала котлету по-киевски теперь это котлета по-кировски в другой столовой кирова ее переименовали в котлету по-авятски маразм крепчает встань в строй помоги остановить потоки лжи в россии в чатах многоквартирных домов в казани призывают стучать на соседей которые выступают против путинского безумия в украине жители многоэтажек просят сообщать в органы об авторах антивоенных высказываний в чаты домов присылают простую форму доноса где надо указать адрес ссылки с оскорблением обнуленка или призывами участвовать несанкционированных эту инфу будут передавать чекистам подобное уже происходило в калининградской области где мчс через рассылку просила сообщать номера телефонов или другую инфу о тех кто распространяет в кавычках недостоверные сведения народ суг такому не привыкать а потом будут искать виноватых хотя сами были непосредственными участниками этого преступления варской центральный банк российской федерации решил окончательно закрыть фин рынок от чужих глаз совет директоров центрального банка разрешил банкам страховщикам пенсионным фондом мфо и ука не раскрывать данные об акционерах топ-менеджерах совете директоров и любых существенных фактах уважаемая думающая часть нашей страны кто не хочет северную корею просьба помочь в распространении материала поставить как можно больше лайков и подписаться на канал чтобы об этом безумии узнали все спасибо свежие методички по пропаганской работе в поддержку путинского безумия в украине которую получили сми здесь же указание по работе с блогерами предлагается подчеркивать что санкции играют положительную роль для импортозамещения рассказывать истории беженцев с донбасса 14 года и публиковать мнение ломов и блогеров которые поддерживают безумие в украине уже сегодня во всех комментариях и постах продажных блогеров франция заморозила активы цбрф на сумму 22 миллиарда евро заявляет мин экономики кроме того франция заморозила 150 миллиардов евро со счетов частных лиц а также недвижимость на 500 миллионов евро принадлежащую 30 лицам с российским гражданством все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в россию новость известия около 40 процентов сотрудников аэропорта шереметьево 6 7 тысяч человек отправлены вынуждены простой им будут выплачиваться две трети от оклада также за ними сохраняться рабочие места и условия по добровольному медицинскому страхованию также известия магазины электроники в россии прекратили продажу техники в рассрочку российские киносети объявили о заморозке цен на билеты показывать киносети собираются российские фильмы и кинохиты советскую зарубежную классику а также индийские латиноамериканские и южнокорейские фильмы в нижнем новгороде женщина простояла в одиночном с плакатом рожай сам примерно полчаса потом прохожий вызвал на нее полицию и ее призняли этому видео около 30 лет никто не заставит нас хорошо же хотим жить без имущества работать без зарплаты не хотим хорошо же твое лицо когда ты всех переиграл 300 миллиардов долларов резервов заблокированы на западе потому что путин держал их там и еще более 400 миллиардов долларов находятся на западе в кошельках путина и его дружков и тоже блокируются эти огромные деньги не вернуться в россию никогда и кто дедушка после этого новости риа новости планы сша разделить ирак провалились заявил жириновский когда чуть-чуть выпал из повестки жительница тулы была оштрафована на 48 тысяч рублей за вывешенную на балконе простыню с лозунгом против безумия путинского в украине а помните раньше такие новости были только из беларуси скоро и аналог окрестинской зоны в москве появится не в криптовалютах счастье заявляет петька толстой возмущается тем что россия ведет себя не так как они хотят акции их на бирже падают или там как-то курс криптовалюты изменился не в этом счастье вот так думает мультимиллионер рассказывает нищим россиянам дерущимся за сахар в магазинах что беднить не страшно можно потерпеть автоваз объявил о намерении отправить часть сотрудников простой из-за недостатка поставок электронных компонентов учим новый язык в новые времена хлопок не закрылись а простой не уволила отправила в отпуск лукашенко своими баснями опять обманул россиян беларусь получила отсрочку по госкредитам от россии на шесть лет усатый самый бездарный но при этом высокооплачиваемый стендапер раз квартал приезжает в москву втирает какую-то лютую несмешную дичь и получает миллиарды в москве полиция взяла девушку из-за рисунка голубя на одежде вы что хотите как в россии бонусом к обнулению конституции прилагалось обнуление сахара прокладок стирального порошка и бумаги для принтеров просто нас об этом не предупредили на фото дмитрий песков дефицита продукта в моем холодильнике не наблюдается из так называемой высшей школы экономики в россии уволили 28 доцентов и профессоров отказавшихся одобрять путинское безумие в украине я так понимаю именно тех кто хоть что-то понимал в экономике и мог оценить что происходит что вполне логично зачем преподаватели экономики стране в которой скоро не будет вообще никакой экономики в северной корее тоже все бодро почитал газету вечерняя москва там все в порядке на фронте победы спортсмены готовятся к новым соревнованиям в рамках снг брикс и шосс живописец шилов призывает сплотиться вокруг президента в каждой заметки бодрость уверенность в себе рекламируется международный форум реформ футурологический и хотя в этом году иностранных участников осталось всего двое программа продолжает сиять тематикой человека будущего поговорили со знакомым из калуги наш автозавод говорит временно остановили но мы не переживаем просто отдохнем месяц-другой и будем другие машины собирать из отечественных комплектующих прелесть какая москва начались кражи колес у автомобилей достаточно было перестать поставлять в россию шины и поднять цены на автозапчасти ой а что же будет дальше как вы думаете уважаемые зрители оставьте ваше мнение в комментарии что же с нами будет дальше для тех кто еще в россии не понял санкции не отменят если путин и зеленский подпишут мирный договор санкции могут не отменить если путин уберет своих бандитов их там нетов ничего не отменят если вернут донбасс и даже крым не отменят если путин поедет к одной певице в гагу как говорил виктор федорович янукович и придет новое правительство тоже не отменят в ближайшей обозримой перспективы но начнутся многолетние переговоры об отмене санкций стройте планы на жизнь исходя из этого нынешняя реальность не временная